рыболовная банда всем привет друзья сегодня у нас видео посвященное не ловли рыбы но она непосредственно про рыбалку вернее про очень важную часть рыбалки про быт сегодня у нас будет небольшой обзор на палатку эта палатка от компании карпро эта палатка зонт трансформер я не буду сегодня говорить про то как я этом использование использовал вместе с вами буду распаковывать первый раз вместе с вами буду оставить первый раз и вместе с вами уже у меня какие-то сложно первые впечатления насколько она удобна насколько она практична в ней есть интересные фишечки которых я не видел в других палатках то есть основная палатка она трансформер зонт но к ней пристегивается тамбур и палатка становится достаточно вместительной хотя она считается одноместной очень интересное разобрать вместе с вами посмотреть насколько она удобная поставивание стульчик посмотрим удобно неудобно как открываются окна как пристегивается пол как она устойчиво не устойчиво и уже конечно позже я в любом случае буду использовать потому что это уже моя палатка и купил и как бы буду использовать и позже возможно в других видео я расскажу о преимуществах недостатках но сейчас мы будем вместе с вами складывать так сказать первое впечатление об этой палатке возможно кому-то пригодится это видео возможно понравится палатка вот но кому не интересно все равно не переключайтесь потому что вы наверняка еще не знаете что завтра вам может понадобиться палатка значит что мы имеем какая комплектация в основном чехле идут колышки отдельные сумочки идут это понимаю это стойки или дуги скорее всего для тамбура вот они идет основная палатка зонт которая это понимаю будет сама по себе ставится независимо очень маленькая компактная как зонтик я так понимаю что она может стоять отдельно и идет пол пол а внутри завернут сам тамбур да сейчас пробуем поставить скручена застегнута ну-ка хоп щелка все и принципе готова осталось только поставить колышки значит быстро собралась мы сейчас я немножко изучил уже инструкцию сюда нужно будет пробить каркас пусть пока вот так вот полежит продеть вот эти дуги жесткости чтобы придать форму и дополнительную жесткость сейчас попробуем это сделать значит здесь под козырьком палатки идет вот такой вот карманчик такая вот прострочка куда вставляется наша дуга вставляется я так понимаю она с любого края потому что она абсолютно одинаковая и по краям есть распорочки где дуги фиксируются сейчас попробуем вставить где у нас край 1 все проделаю дугу потребовалось конечно для этого некоторое время но я думаю что со второго раза уже будет гораздо быстрее это происходить но наверное это самое сложное в этой палатке продевать вот это вот дугу далее мы пристегиваем низ палатка сразу становится повыше здесь еще нужно поставить стоечки вот они стоечки здесь дополнительные стоечки ставятся опять-таки для придания более жесткого каркаса я думаю что палатка будет достаточно ветроустойчиво ну вот принципе у нас зонтик палатка наш собран достаточно достаточно крепкий здесь есть уже в комплекте сразу веревочки для того чтобы поставить растяжки сзади тоже есть крепление для растяжек это тоже очень важно то есть вот крепление дополнительное которое можно растяжки ставить здесь также две в принципе со всех сторон можно поставить растяжки и она будет еще более устойчиво из плюсов палатки есть большое окно сзади с одной молнией которая растягивается и далее на две стороны раскрывается как как занавеска окна большие достаточно то есть будет хорошая вентиляция теперь ребята пристегиваем переднюю стеночку начинаем с краю иногда летом она не нужна но если нужно пристегиваем передняя стеночка пристегнулась очень быстро молния стоит здесь широкая застегивается легко никаких вопросов нету вижу что здесь есть несколько карманов во-первых есть вход отдельно есть крепление для колышков и я так понимаю есть окна раз два пока можно застегнуть вход откроем окошки это у нас получается на зонтике на основном шелтере таком пять окон то есть спереди большой два маленьких и сзади два маленьких то есть в принципе будет продуваться хорошо и будет не жарко значит у нас из запчастей остался коридор это вот такой кусок ткани которые мы можем нарастить вот такой тамбур я предлагаю это сейчас сделать и посмотреть насколько увеличится палатка вместе с тамбуром для того чтобы нарастить тамбур мы снова легким движением руки отстегиваем фасадную часть окна даже не будем закрывать берем тамбур значит вот лицевая часть с логотипом а эту часть с этого края начинаем пристегивать тамбур пристегивается на свою молнию на отдельную то есть две молнии одна для передней стенки 1 для тамбура чтобы не путать тоже молния крупная сюда мы продеваем вторую дугу значит внутренней стороны идет специальный карман куда продеваем дугу значит все пристегнул я тамбур продел дугу также фиксируем низ и смотрим насколько увеличивается палатка очень прилично то есть я не знаю станут ли сюда две раскладушки рядом но палатка позиционируется как одноместная то здесь однозначно с комфортом станет одна раскладушка станет раскладное кресло ну и в целом то есть все сумки поместятся то есть для одного это конечно прям палатка очень большая вместе с тамбуром ну то есть реально можно брать ее не как shelter прям как полноценную палатку зонтик такой трансформер давайте пристегнем еще стенку переднюю посмотрим уже конечный вид ее сейчас поставим растяжечки значит чтобы не складывалась палатка вернее наш тамбур здесь есть дуги они ставятся внутри не снаружи как на многих палатках а снутри то есть сюда вот защелкивается раз и ставится распорка вот здесь их три штуки то есть я думаю что одна здесь 2 здесь то есть видите специальный прорезь сделано специально под них то же самое здесь видите специально прорезь и здесь вот она прорезь щелк щелк все козырек уже стоит также он фиксируется внизу ковышками и получается у нас полноценная большая палатка так где наш коридор пристегивайте обратно коридор ну и все фиксируем все палатка готова значит палатки еще идет пол пол но мы его на населить не будем здесь нет ничего оригинального и сверхъестественного в поле он на липучках то есть он по периметру идут липучки и заселается пол сейчас мы посмотрим если на пол застилается на всю длину или я думаю что скорее всего на длину палатки только давайте проверим значит пол стелется почти на всю длину тамбура то есть вот так вот у нас он был бы если бы была только палатка то есть нужно было бы пол подвернуть вместе с тамбуром то есть получается он практически на всю длину то есть мы не стали пока натягивать вход в палатку но тоже такое решение оригинально если допустим уйдет дождь на улице то есть ты зашел палатку получается зашел у тебя чистый пол ты вот здесь одна землю поставил обувь и по чистому полу пошел ну как бы такое решение она верна конечно реки экономически обоснованно то есть возможно частично удешевляет стоимость продукта с другой стороны удобно что не пачкаешь ногами пол одел кроссовки и пошел вот и все друзья забрали палатку ну конечно для первого раза потребуется больше времени чтобы разобраться что куда вставляется как где пристегивается как разворачивается пол но в целом это не занимает много времени палатка достаточно технологичная то есть разные молнии крепкие разные крепления есть если не под удилища много окон дополнительной стоечки распорочки то есть такая она достаточно технологичная палатка я думаю что не будет проблем у нее с устойчивостью очень интересно оригинальное решение с удлинением палатки то есть надо ставишь не надо не ставишь мне нравится то есть самый сложный элемент который был сборки это эти дуги вот нужно иметь сноровку небольшую чтобы продевать но в основном не требуется никакой дополнительной инструкции то есть тут я первый раз увидел и вместе с вами и первый раз собрал хорошая палатка можно смело я думаю что вдвоем выезжать по крайней мере одну большую раскладушку один стульчик раскладной то есть можно ставить кто-то дежурит кто-то спит но это конечно спортсмены так делают рыбалках не всегда ну в целом палатка нравится буду ее использовать если дальше какие-то будут моменты или какие-то нарекания или какие-то моменты непонятные в эксплуатации ну то есть я об этом обязательно расскажу видео но сейчас будет сворачивать уже вечер надо уже собираться домой вот поэтому сегодня не будем ночевать на водоеме сегодня мы ловили рыбу и взяли палатку просто чтобы разобрать потому что она у меня же лежит с начала сезона но там кто из-за карантина то по другим причинам не удавалось а очень хотелось пощупать посмотреть разобрать палатку все друзья будем собираться всем успехов на рыбалке подписывайтесь на канал если какие-то будут вопросы по палатке что-то уточнить посмотреть померять попробовать пишите обязательно комментариях обязательно это сделаю отвечу на ваш комментарий поэтому ставьте колокольчик подписывайтесь всем успехов не чешуя подписывайтесь на канал и Продолжение следует...